Этот вопрос назрел давно. Наследие Сочи ежегодно увеличивается, так что услуги МФЦ требуются все большему числу людей. В краевой службе мои документы стараются быть максимально приближенными к людям. Ежедневно там фиксируют более трех с половиной тысяч обращений. В настоящее время нагрузка на сочинский филиал одна из самых больших в Краснодарском крае. До двух тысяч обращений на одно окно, что в день составляет примерно 29-30 обращений на каждого специалиста. Одно из самых больших показателей в Краснодарском крае. Чтобы очередей было меньше и приняли решение открыть два дополнительных офиса. В Дагомысе МФЦ появится в следующем году и уже разрабатывается проект отделения в Эмеретинской низменности. Алексей Копайгородский поинтересовался планами руководства МФЦ по открытию дополнительных офисов на территории курорта. Он отметил, что служба моей документы должна быть не только доступной для населения, но и мобильной, чтобы люди не затрачивали много времени на получение необходимых документов или справок. И нужно понимать, где они нужны сейчас, где они актуальны, в том числе в тех районах наших, где вообще их никогда не было. И вот путь от дома до ближайшей МФЦ, он действительно огромен с учетом нашей протяженности. И здесь нужно проанализировать всю ситуацию, где мы можем дополнительно открыть МФЦ, чтобы это было удобнее для наших горожан. Говорили на совещании и о льготниках из Сочи около 10%. В краевом списке утверждены 13 категорий таких граждан. Среди них ветераны боевых действий, инвалиды первой, второй групп, а также семьи с детьми, не достигшими возраста трех лет. Все, кто попадает в одну из 13 категорий, будут обслуживаться в МФЦ без очереди. Кроме того, специалисты службы уделяют большое внимание переводу государственных и муниципальных услуг в электронный формат через личный кабинет на сайте «Мои документы». Это позволит получать услуги намного быстрее, поскольку нет пересылки документов. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.